Современный мир немыслим без металла. Без него нельзя построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно – в быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому специалист по металлу, соединяющий металлические детали в сложные конструкции при помощи сварки, будет нужен всегда. Электрогазосварщик – профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы которого зависит многое. Долговечность и устойчивость наших домов, работа и срок службы различной техники. Это своего рода магия – соединять два куска металла воедино. Основной целью профессиональной деятельности электрогазосварщика является изготовление и ремонт сварочных конструкций и оборудования в соответствии с установленными требованиями к качеству. Электрогазосварщик работает под руководством бригадира, подчиняется мастеру, начальнику смены или участка. В свою очередь работник может ставить задачи электрогазосварщику, низшей квалификации и ученику электрогазосварщика. Существуют определенные требования к подготовке персонала для выполнения работ. Прежде всего возраст от 18 лет и старше, полное общее среднее образование и профессионально-техническое образование. Пол значения не имеет. Также необходимо пройти специальное обучение, соответственно, для приема на работу понадобится Диплом о профессионально-техническом образовании по профессии, свидетельство о присвоении квалификационного разряда, удостоверение о присвоении группы по электробезопасности. Для допуска к самостоятельной работе следует пройти медицинский осмотр, наркологическое и психофизиологическое обследование, инструктаж по безопасному ведению работ. Также необходимо профессиональное образование, наличие не ниже второй группы по электробезопасности. К работе электрогазосварщик допускается распоряжением по подразделению. Профессия предусматривает такие трудовые функции. Подготовка к выполнению и окончанию работ. Обеспечение безопасной и безаварийной работы оборудования, сварка, наплавка, резка металла при изготовлении и ремонте металлоконструкций и оборудования. Целью всего производственного процесса по сварке, наплавке, резке металла при изготовлении и ремонте металлоконструкций и оборудования является получение качественного сварного соединения, наплавленного слоя и среза в соответствии с требованиями чертежа и технической документации. Для выполнения сварки, наплавки, резки металла при изготовлении и ремонте металлоконструкций и оборудования рабочий обязан знать. Трудовые действия для выполнения трудовых функций Сварка металлоконструкций Наплавка деталей Кислородная резка Работы по сварке металлоконструкций производить в следующем порядке Перед началом работы электрогазосварщик обязан путем осмотра убедиться в исправности электросварочного оборудования и в безопасном состоянии рабочего места Обратив особое внимание на исправность провода, правильность и надежность присоединения сварочных проводов к выводам вторичной обмотки сварочного трансформатора, к электродержателю и к свариваемой конструкции Проверить работоспособность электродержателя, работу пружины, исправность токоподводящей губки, надежность подключения сварочного кабеля, исправность изолирующих накладок Подключение обратного провода к свариваемому изделию должно быть надежным и осуществляться механическими зажимами Операции проводятся в таком порядке Включить освещение на рабочем месте Подобрать необходимый для работы инструмент Проверить соответствие сварочных электродов требованием технической документации на сварку изделия Подключить сварочный кабель Включить систему вентиляции на сварочном посту Проверить тягу вентиляции в вентиляционном коробе Выполнить подготовку металла под сварку Надеть сварочный щиток Вставить электрод в электродержатель Зажечь сварочную дугу на вспомогательной пластине Установить необходимые режимы сварки в зависимости от материала и толщины свариваемого изделия Выполнить сварку изделия При смене электрода агарки удалить специальную емкость При необходимости осуществлять оббивку шлака со швак Надеть очки И отбить шлак Визуально оценить качество сварного шва на отсутствие видимых дефектов И соответствие шва требуемым геометрическим размером Отключить сварочное оборудование в сварочный кабель Убрать и уложить инструменты сварочные материалы Убрать рабочее место При сварке швов в различных пространственных положениях Производить регулировку сварочного тока до оптимального Контролировать визуально геометрические размеры шва и отсутствие дефектов Обратите внимание на соблюдение правил охраны труда Место проведения сварочных работ должно быть ограждено в целях защиты персонала От излучения выделяющегося при сварке и от разлетающихся брызг и окалины В качестве силового кабеля от источника сварочного тока к электродержателю Должен применяться медный, многожильный, гибкий и прочный кабель Имеющий надежную резиновую изоляцию Сечение кабелей сварочной цепи необходимо выбирать исходя из величины сварочного тока